всем привет мои хорошие сегодня 31 декабря я еще немного сонная так как недавно проснулась скоро наступит 2022 год у меня декабрь прошел просто то очень незаметно я даже не успела оглянуться и вот 31 декабря ладно сегодня готовимся к новому году покажу что буду готовить сильно много наготавливать я не буду тимошка подарил мне на новый год крем мы с игорьком пили кофе тимошечка пришел и говорит маму с новым годом вкусно вкусно пахнет бананчиком крем крем для рук мне просто вообще необходим у меня зимой по осени руки кожа рук совсем совсем сухая тимошенька прям попал в точку я очень-очень обрадовалась хотя я когда проснулась оказывается крем на не ждал на елке а я его даже не заметила как я так прошла мимо не понимаю и подарку я очень-очень обрадовалась подарочек от сыночка просто понюхай вкусно мне очень-очень было приятно получить от сынуличке подарочек сынульки спасибо огромное мы на днях с как на днях даже наверное недели две назад с варюшкой писали письмо деда морозу варюшкина пожелание то что она хочет получить на новый год и осталось дописать что же хочет тимошка и вчера мы сели с варюшкой дописали тимошина пожелание так пишем пожалуйста дедушка мороз смотри мы писали дедушка мороз принеси мне пожалуйста на новый год игрушку большую при большую авокадо да и а еще мне хочется получить палочки мармеладки чупа чупс а тимошки да и пожалуйста тимошки пожалуйста пожалуйста тимошки принеси игрушку хаги баги игрушку хаги баги так и мягкую игрушку не смягкую да написать да а чего мая а это тимошкин игрушку хаги баги правильно а вот написано все все да пойдем отправлять дедушке морозу письма да я сам хочу кайф а вот еще мама на еще ему кайф тарифу конечно можно в этой линии уже нельзя выходить не да не не написали же даже не вот какой-то разу взяла вместо краски я сейчас другой возьму еще угу вот в свою травку вот так как тебе классно и шеллишка тут а это что такое точечки как бужевые корешки ммм отправляем дедушке морозу письмо давай в зону свежести в зону свежести здесь холоднее дедушке морозу письмо уйдет так дедушке морозу письмо отправили да ждем подарочков письмо отправили деду морозу в холодильник сейчас я позову варюшку и посмотрим ушло ли наше письмо деду морозу или нет доченька вчера мы что отправляли деду морозу письмо письмо давай посмотрим забрал он у нас его или нет ну-ка мы сейчас глянем дедушка мороз забрал письмо да забрал нет письма да ну все ждем подарков да ура ночи 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 где число не закрасили точно давай закрасим ну вот дождались мы нового года да доченька да тут еще прекрасней ну молодец все сегодня спать ляжем а завтра проснемся и под елочкой будут подарочки на тесто на блинчики замесила блины хочу на завтрак поставить на стол и плюс на новый год приготовить рулетики из блинов первый раз мы попробовали рулетики из блинов начиненные начинкой нашей свадьбе и после этого мы стали так готовить сегодня я буду начинку готовить это творожный сыр плюс малосоленная красная рыба по-моему у меня форель это и будет наша начинка и на блинчики выложу блинчики закручу потом когда они у меня настоятся в холодильнике нарежу кусочками это будут рулетики из блинов варю яички это на салат не обращайте внимание ковшик у меня такой уже потрепанный немножечко готовить будем крабовый салатик и еще нужно достать тесто на вечер будет у нас пицца пиццу на новый год мы очень часто готовим тесто я решила в этом году не готовить дрожжевое а пиццу будем готовить из слоеного теста так мы наверное достанем одно без дрожжевое и одно дрожжевое тут у нас губная помада точнее футляр от губной помады заморожен варюшкины косметические процедуры это она под глазками мажет замораживаем лед и под глазками смазываем от синячков от мешочков под глазами начинка в рулете из блинов будет состоять из творожного сыра и такой рыбки плюс еще может быть добавлю немножечко майонеза для легкого разглаживания начинки по блинам но это уже сейчас посмотрю какая будет консистенция приспособлав будет мистер щит подсвет мистер вы не если это для как и а в красаве м Фень? Что? А это что? А семья была Феник. Ой, не знаю. Знаем, что мы ходили там, то папа, то король. Король? Да что я захотела попить? Пойдла на кухню, я подругу. Мама, папа! Знаете, что мы сделали? Хулигашки, да? Они решили сейчас экономить. Так вот, в чем я. Пойду включу его. Вот, наткнулся на что-то в темноте. Нужно приложить лед. Ну вот, из-за того, что отключалось электричество, холодильник перестал морозить. Сразу от рулетиков отрезала кончики, потому что они полупустые. Можно их сейчас кушать. А рулетики упаковала в пленку. И убираем в холодильник. Пусть пропитается хорошенько. Мы позавкикали. Я взялась за крабовый салат. Натерла вареные яички. Попили чаек. И сейчас продолжу готовить. Мы недавно заезжали опять на Петровский рынок за орешками. Такой щербет мы очень любим. Купили сразу коробочку. Коробки два с половиной килограмма. Кусочками нарезаны. И каждый кусочек обернут в пленочку. Сейчас хоть стали упаковывать каждый кусочек. А то мы как-то купили тоже два с половиной килограмма. Вскрыли пачку и он единым куском был. Быстро высох. Это очень удобненько. Теперь делают. Вышла выкинуть мусор. Сейчас схожу в фикс прайс. Бумажные полотенчики нужно купить. И еще схожу в озон. Заказ делала. Забрать нужно. Время пятый час вечера. На улице. На улице довольно таки спокойно. Ажиотажа какого-то нет. Иногда мне как-то стеснительно снимать на улице. Иногда вроде ничего. А иногда прям стесняюсь. Не знаю, что сегодня в магазинах творится. У нас так-то в основном все закуплено. Ничего не нужно было в торговом центре покупать. Зато вчера я была в Гулливере в 11 часов утра. Ходила Винни-Пух. Покупала пирожное безе. И пирожное картошка. Вы, мои хорошие, не представляете, сколько было у народу в торговом центре. И Винни-Пухи в очередь. Везде-везде в очереди. Вот вчера был новогодний ажиотаж. А сегодня, наверное, все готовят оливьешки. У нас ломался блендер. Конечно, было бы удобнее в блендере измельчить грецкий орех. Но я потерла на крупной терке. В принципе, тоже недолго. Но предварительно грецкий орех я на сковородке немножечко обжарила. Я стараюсь орехам всегда давать тепловую обработку. И сейчас я буду готовить чернослив с плавленым сыром и с грецкими орехами. Иногда я чернослив начиняю, то есть внутрь чернослива закладываю начинку плавленого сыра с грецким орехом и с чесночком. Но сегодня я сделаю все просто в перемешку. Чернослив я уже помыла. Два зубчика чеснока приготовила. Единственное, что плавленый сыр. Я не знаю, раньше я покупала такими брикетиками небольшими. А в этот раз я 400 граммовую пачку взяла. Не знаю, отличаться он будет или нет. Но думаю, что не сильно большая разница будет во вкусе. Но буду готовить. Я, кстати, когда шла на улицу, рассказывала вам про Винни-Пух. Вчера я была в Винни-Пухе. Для зрителей, которые не из Оренбурга, возможно, не знают, что за магазин такой Винни-Пух. Это у нас кондитерский магазин. Вообще мы любим из Винни-Пуха тортики, пирожные. Они просто там для нас кажутся просто... Большинство тортиков вкусные. Особенно мы любим мартиник. А еще нами очень полюбилось пирожное безе. Почему я говорю знаменитый? Знаете, когда я работала... Работала я... Ну, я уже рассказывала. Кто со мной давно знает, кто со мной недавно скажу. Работала я в Оренбургских авиалиниях в диспетчерской службе. Диспетчером. Мы занимались организацией перевозок. Для бортпроводников, пилотов и для персонала проводились медицинские комиссии. И медицинских работников нам необходимо было перевезти из Башкирии к нам в Оренбург, чтобы они провели эту комиссию. А медицинские работники всегда, когда уезжали из Оренбурга, они просили их завезти в кондитерский дом Винни-Пух. Там они покупали тортики для своих семей, затаривались, так сказать, и ехали в Башкирию. Везли эти тортики в Башкирию. Ну, и от многих, конечно же, слышим, что Пинни-Пух у нас в Оренбурге настолько знаменитый и его все очень любят. У меня на протяжении нескольких дней какое-то внутри такое чувство было вот хочу я пирожное безе. И представляете, хочу купить целую упаковочку. А в целую упаковочку входит 10 штучек. И хотелось вот именно светленьких безе. У нас бывает с черной смородиной Винни-Пухи, а бывает просто как они, беленькие, ванильные. У нас детки не едят безе, но мы с Игорьком любим. И вот именно Винни-Пухи, они просто по-особенному какие-то прям очень-очень вкусные. И вчера я утром отправилась в Гулливер, в торговый центр. В Остине забрала заказ. Кстати, покажу, что в Озоне я забрала и чуть позже. И что в Остине. И в Остине надо было забрать заказ. И я зашла в Винни-Пух. Было очень много народу, но и тортов, пирожных у них тоже очень было много, так сказать. Подготовились к Новому году хорошенько. И я вчера осуществила свою маленькую мечту. Купила упаковочку пирожных безе. И детишкам пирожные картошка. Пирожные безе я, конечно, вам не могу показать. Мы его вчера все съели. Два раза сели попить чаек. И наших 10 штучек безе просто ничего от них не осталось. Вот такие мы сладкоежки. Ладно, я болтаю, болтаю, надо готовить. Смешала я все ингредиенты. Пусть это, конечно, не очень, возможно, аппетитно смотрится. Но такую смесь я просто обожаю. На Озоне была хорошая скидка на рис. Стоимость пачки 69 рублей была. И у меня были баллы. Еще списала 25% баллами. Заказала такой спортивный топик. Бюстгальтер. Вместо бюстгальтера хочется поносить такой топик. Мне кажется, это намного будет удобнее. По-моему, полы. Полы чистенькие. Тесто разморозилось. Можно готовить пиццу. Дрожжевое тесто аж прям вспучилось. Варюшка мне активно помогает. Вот, вот. Ага. Одна пицца уже стоит в духовочке. Пока я мыла киви, ананас. Варюшка смотрит планшет и готовит... Пиццу. Пиццу. Ну а сколько? Сама сыр трет. Мы сели поужинать. Решили ужинать все-таки пиццей. Без горячего. И салатики наложила. Вчера готовила картофель с мясом. Думала, на ужин разогрею. Но что-то пока картофель не хочется. Помыла голову. Ложила волосы. Точнее, посушила. Наряжаться мы не будем. Будем в домашней одежде. В домашней и уютной обстановке встречать Новый год. Приготовила стаканчики. Мандаринки помыла. Фрукты порезала. Такая у нас нарезочка получилась. Из блинчиков с начинкой. Блинчики я порезала кусочками. И проложила киви. Симпатично получилось. И вкусненько. На стол салаты мы ставить не будем. Если захотят детки или Игорек пиццу, то поставим нарезку. Фрукты. Откроем пепси, меринду, кто что захочет. И под бой курантов. Поднимем бокалы. И встретим Новый год. Накрыли вот такой стол. Тебе, меринду? Да. Ой, пепси. Пепси. Встречать Новый год мы будем втроем. Тимошка у нас уснул и сказал, что будет спать. Пусть спит, высыпается. Завтра будем утром под елкой подарочки искать. Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Боня спит. Чем наполняем по секрету. Насколько крепко, активно беремся. Варюшка очень ждет, когда заказывать желание можно. Обеспечивать правопорядок. И прорывается работа на транспортных манистерах. Чтобы... ...нарели производств... ...измон. Чем наполняем. Вот так. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответ. Одна там. Одна там. С вами года. Здорово ночью. Такая красоточка, а делает повязочку. У него же они для нас. Да? Молодец. Тебе очень идет. Еще умываться будут. Да? И не мочить волосы. Ясно. Ну вот, и настанет 2022 год. С Новым годом, мои хорошие. Тимошенька у нас проснулся все-таки под бой курантов. Точнее, после боя курантов. Тихо. Новый лапунок. Тихо. Ну там. Тихо. Сыпи. На первом этаже больно не видно. Но салюты на улице бахают. Прям во всю. Сейчас я только на строгам было видно, да? Да. Да. Так намного лучше на первом этаже, да? Почему? Потому что можно увидеть тебя, папу там, Тимошечка. Да. Кузя, мой красивый мальчик. Ой-ой-ой. И Боня красивая девочка. Мамор. Накрыли пленочкой, осталось убрать все в холодильник. Я все никак не могу нарадоваться. Это подарок от нашего любимого сынулечки. Это так приятно. А вот так еще краснее. Да? И нежнее. Да? А Варюшка попросила заплести косички. Хочет завтра открывать подарочки от Деда Мороза. Кудрявый. Кудрявый. Сниму быстренько сначала. Хорошо. Вместе с тобой. Думала сначала подготовить текст, взятый из интернета. Полистала интернет. Но думаю, все что-то не то. Скажу-ка я своими словами. Пусть в 2022 году сбудутся все ваши мечты. Когда о чем-то очень сильно-сильно мечтаешь, когда тебе этого очень-очень сильно хочется... Давай. Варюшка пошла в комнату. Когда о чем-то очень-очень сильно мечтаешь и очень-очень хочется, чтобы мечты наши осуществлялись. Я всегда говорю, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то обязательно это должно исполниться. Вот я вам, мои хорошие, желаю, пусть в 2022 году исполнятся все ваши мечты, о чем вы так сильно-сильно и долго мечтали. Пусть ваша мечта, самые-самые, точнее все мечты, самые-самые заветные осуществятся. С Новым годом, мои дорогие! Молодыеие то-самыеополиные Солнечные Premiere Часто минут… Продолжение следуети я пришла спать спасибо что посмотрели это видео будьте здоровы всем удачи и хорошего настроения всем пока-пока